Мне спустя минут 10-15 остановилась вот эта семья. Они из Аризона, из Феникса. Они работают в этом парке. Титон Национальный парк. Вы назвали так? Да? Титон? Титон, да. Короче, они меня подвезут до самой, наверное, северной смотровой по дороге, которой дальше я буду стопить вниз. И они остановились с двумя детьми. Мальчик спит. Буквально час назад я видел, как этот медведь перебегает дорогу, трассу. Я остановился путешественник из Франции, из города Льо. Ну, также из Парижа. Его зовут Мартин. И он, в общем, будет путешествовать год от Аляски до Огненной земли, до Ушуаи. Вот. Такой вот он молодец. На арендованной тачке катенька гоняет по Анас-паркам. Он даже предложил меня довезти до моего выезда из парка. Это 12 километров. И по пути он останавливался на всех смотровых площадках, которые мне были нужны. Этот парнишка меня подвозит уже второй раз после того, как я выехала из Национального парка. Он сам тоже автостопил через всю Америку, через Аляску, Канаду и так далее. Он тоже на каучсерфинге. Он живет в городке Джексон. И если я не уступлю сейчас до Айдаха Фоллс, то он меня уже пригласил к себе в гости. Я поехала по кратчайшей, но более такой непопулярной дороге до Рексбурга, где у меня есть списка по каучсерфингу. И уже начинало темнеть. Вот этот мужчина мне застопился буквально на 15 километров. Но мы с ним разговаривали, и он решил мне довезти прямо до города Рексбурга. Это, блин, 65 километров в одну сторону лишних для себя намотал. Ему еще и возвращаться. Потому что он тоже ездил автостопом, и какие-то его родственники тоже так ездили. Ну, я ему там рассказала про свои путешествия, поэтому он прям воодушевился так помочь. Это дом, в котором меня любезно приютила семья мормонов в городе Рексбург. Это дом, который можно перевозить с места на место. Он всего лишь метра 4, наверное, шириной. Вот сейчас у них тут небольшой бардак, так как они были заняты со своей ярмаркой. Вот это комната, где я жила 4 ночи. Блин, здесь ночью так холодно было, что мне приходилось даже доставать свой спальник помимо этого одеяла. Вот. В общем, он узкий, но длинный. Три спальни и, короче, вот ванна тут такая. В принципе, жить можно, а не тут временно. Сегодня я еду в Йеллоустон, и меня взяла семья из Рексбурга довольно быстро. Кстати, я слышала, что автостоп в Айдаха запрещен, но никаких знаков ни на заезде, ни на дороге нет. Мои видео-дайри. Бабуля меня подвозит немного по пути в Йеллоустон. В общем, на въезде в Йеллоустон меня взяла женщина из Чехии родом по имени Радко со своим американским товарищем Маса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это вторая машина сегодня. Сегодня в парке Йеллоустон. Папа с тремя сыновьями. Вот. Они там. Они за Орегоном. Вот и настал тот знаменательный момент, когда я наконец-таки съем этот роутон, который я еще привезла с собой из России. И целый месяц вожу. А я набрала вот на этой заправке кипятка. Вот. И я сейчас нахожусь на Джанкшн Тауэр. Отсюда 30 километров на юг до каньона Йеллоустонского. Меня зовут Анита. Анита. Меня зовут Итан. 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 Я Наталья. Наталья? Да. Найсто меет ю. Найсто меет ю. Найсто меет ю. Пять часов с этой семьей катаюсь С мамой и сыном И они едут в Юту Оказалось, что им выгоднее ехать по моей дороге Через Айдахо-Фоллс Поэтому я с ними по парку покаталась Водопад и каньоны посмотрела И потом мы вместе уехали с парка И они меня довезут до выезда До места Откуда у меня останется 2,5 километра до дома Несказанная удача Всего лишь 5 машин И я посмотрела половину Йеллостолга Сейчас 11 утра И я уже вполне удачно доступила До городка Йеллоу Стоун Вест Километр до входа в нацпарк Сейчас здесь 8-9 градусов плюс Сегодня 22 июня Блин, боже мой Походу здесь совсем недавно был дождь Так что ночевать здесь Вообще сейчас не в тему Не в кайф В Рексбурге было намного теплее Я даже хотела снять свою тюрьмуху Я простояла буквально несколько минут Перед въездом в нацпарк По Йеллоу Стоун И меня взял вот этот человек По имени Ал Он из Санкт-Петербурга Только из Флориды Вот И он по молодости тоже стопил В общем он сейчас колесит по стране Путешествует Сегодня едет в Йеллоу Стоун Соответственно И сегодня суббота И видите, что тут творится Просто пипец какой трафик В четверг мы проехали просто на раз-два И сейчас мы уже стоим тут минут 10 Ждем в своей очереди В общем, если ты въезжаешь на машине В нацпарке То ты не платишь Потому что обычно у водителя пропуск Который стоит 80 баксов Он действует год Покрывает всех пассажиров А если ты пешеход То в Йеллоу Стоун Стоит 20 баксов Или на велике Мне быстро застопилась вторая машина Буквально за несколько минут Вот эта пара Они из Калифорнии Девушка из Мексики А парень из Израиля Люди были в парке 8 дней И они были разочарованы Потому что в этом парке Ничего особенного нет В общем, они сказали, что это фигня Блушит Просто деревья и все Они ожидали большего При том, что они и на Рафсинг ходили Там 200 баксов, по-моему Стоит тур на двоих И на лошадях катались Где фотки запрещено делать Чем больше красных, тем больше Малыш Субтитры делал DimaTorzok 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 И этот источник называется Ear Spring Ушной источник Потому что он похож по форме на ухо Уже честно говоря, у меня за 3 часа ходьбы по этим источникам У меня уже они приелись И выглядят они одинаково Сейчас еду до каньона И на выход женщины Кэми Которая из Калифорнии путешествует одна Со своей собакой, которая сервис-док Это что-то женщина упала у 4-го этажа И теперь собака Как поводырь, наверное Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А так в это время обычно уже темно И машина, естественно, не останавливается Потому что в Америке все боятся Сегодня я выдвинулась из Рейксборга К лунным кратеру Сначала мне две машины подкинули до соседнего городка Потом у меня остановился вот этот мужчина Он ехал вообще в Покателло Он мне с ним по пути По Дайдахо Фолс, буквально 30 километров Но он сказал, а, у меня там тоже Это дела есть в той же области В городке Арка, который ближайший К лунным кратерам Он сказал, давай сначала туда поеду Как раз тебя подвезу А потом уже в это свое Покателло Так что, можно сказать, сразу прямая машина Так, я въезжаю В национальный парк Лунные императоры Национальный монумент Вот, зевая семья У них там куча детей И они предложили мне ехать здесь Я не знаю вообще Если там может несутся там на входе Ну вот, я успешно въехала Сидя на вот этой платформе Сзади джипа И никто ничего не сказал на въезде МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот мы и внутри первой пещеры Четыре ребенка Родители Семья, которые меня подвезли Ну, эта пещера небольшая Семья, все-таки, в семье, которые меня applying to the park Мы из нее, потому что неожиданно в зону Который был где на тысяча-четыреста метров но он проходится на изи. Короче, сегодня остаюсь в гостях у этой семьи. Буду спать в этом домике. И здесь вид на эти поля и лунный камер. Это, короче, разновидность индейки. Я получил два ягода. О, вау, ты нашел их. Баби, вон там есть. Баби? Баби? Баби-гоут? Да, мы хотим идти. Она старая? Да, она очень старая Это шесть лошадей Эта лошадь не старая? Она старая Просто не так старая Она 20 лет Сколько долго мы можем жить? Мы ждем И это птица Это птица Сколько лет? Не знаю Она примерно 20 лет 20 лет Она 20 лет Это ее максимум Это она Это моя Но я даю это Милли Она не имеет никакого лошадей Она не имеет никакого лошадей Она не имеет никакого лошадей Сейчас 10 лет И только эта тема Но там еще немного Если вы посмотрите на небо Это не так Да Это разница с Северной Дакотой Потому что там было очень темно Сюда меня уложили спать Эти замечательные люди Многодетная семья С четырьмя детьми Она тут даже имеется электрический камень Завтра в 6 утра я поеду С отцом семейства Пожарником Вайдаха Фоллс Спустя 15 минут Мне застопились Девчонки-студентки Которые учатся в Рейхсбурге Вот Доеду с ними до Покателло Где-то 70 км Только я сегодня думала Что такие штуки Никогда не стопятся Машины с прицепом Дом на колесах И вот мне тут на хайвее Прямо Прямо с хайвее Такая штука застопилась Из юта Вот этот человек едет до городка 50 км на север от Salt Lake City Вот его зовут Наш Манер Павел И он меня уже приносит к себе в гости Позвонил жене И завтра утром он меня отвезет на озеро Покажет мне его там Короче на остров Антилопы Откуда он лучше видит Там может купаться А потом меня подкинет до трассы На Денвер Вот И он едет после выходных Короче он оставался После Рексбурга На пять дней Со своей семьей Сейчас возвращается один Вот И он тоже по молодости стопил Поэтому и подобрал меня Кисса, кисса, кисса Кс-кс-кс Кс-кс Это вторая кот Это моя комната в доме Пола и его семьи Он еще извинялся что она не очень фэнси По-моему она вообще шикарная И тут отдельный душ с туалетом Прямо как в отеле И завтра он меня повезет на Great Salt Lake Собственно Поэтому и сюда и приехала Salt Lake City мне вообще не интересен Кс-кс-кс-кс Отлично переночевала в этом доме Сейчас Поедем на озеро Сосед зашел утром поздороваться Мы приехали на остров Антилопы Возле Great Salt Lake И проезд сюда на тачке стоит 10 местных тугриков Раньше это было бесплатно А сейчас здесь рубят бабло И там вдали Egg Island Но не сказать чтобы вода прям совсем холодная Но может быть это только здесь Потому что возле берега 24 июня Короче купаться здесь Всяко не круто Но возможно Тут блин дофига этих мошек Вот просто целый рой У берега когда я сюда подхожу Я боюсь представить Что будет если Выйти из воды И они тебя облепят Кошмар Прям земля потом вновь шевелится Кишит этими мошками Вот И вода здесь холодная В июне Потому что Она идет в основном с гор Вот Я уже чувствую как У меня кожа немного раздражена Из-за этой соленой воды Тут даже есть пляж на этом острове антилопы с наружным душем И есть еще полный душ Который закрывается Тут блин вообще не в кайф купаться Потому что эти мошки они просто тут стаями летают Обрепляют тебя сразу Я даже не дошла Сколько там 200 метров до самого озера Потому что меня зажрали эти мошки Вот так что здесь вообще не в кайф Кусить Я стояла на месте Где дорога идет во все три направления За 20 минут мне застопились три машины Но все они в мою сторону Только что у меня останавливались туристы из Австрии На минивэне На австрийском Вот Они едут в Йеллоустон Поэтому они мне просто дали еды Банан, печеньки, воды Вот и уехали Они очень извинялись, что им не в ту сторону Поэтому я решила прогуляться до заезда Который точно идет на восток Чтобы не сбивать людей с толку Я встретила опять снова эту семью из Австрии, из Вены Мне застопился мужик А потом мы их проехали Я говорю, блин, они же едут в ту же самую сторону Мы им помахали рукой Они остановились на дороге и взяли меня с собой Они такие заботливые, просто суперские люди Всю дорогу меня кормят, угощают Они переплыли, точнее они отправили свою машину кораблем в Галифакс И они туда прилетели, потом взяли машину и все это проехали Короче, от восточного побережья Штатов до сюда Вот, и теперь они едут в Йеллоустон И мне с ними по пути 150 км примерно Первый раз машина с австрийскими номерами из Вены Это замечательная семья Окей, спасибо большое Так что это как каньо Да, они называют Флэмин Гордж Гора называется Гора-Замок Castle Rock Похоже, мне застопилась машина Когда я стопила, идя по заезду на хайвей Только он застопился мне далеко, я только сейчас заметила Ждет, похоже Какая-то неадекватная фура перед ним стоит, которая тормозила весь трафик Так, мне сегодня тоже супер повезло с автостопом Потому что у меня остановился вот этот человек, у которого сейчас в темноте не видно По имени Марти Вот, я проехалась на 550 км Он меня даже специально завезет в мой городок, в пригород Денвер Город называется Bowder Переводится как валун Короче, я называю его булыжник Вот Ему это будет блин на 45 минут дольше, но зато он мне поможет Вот он раньше работал дальнобойщиком, поэтому часто подвозил автостопщиков